Сеул Субтитры создавал DimaTorzok В ответ Совет Безопасности ввел в отношении Пхеньяна различные санкции Прокурор Парижа Франсуа Молен заявил, что личность убитого при попытке нападения на полицейский участок во французской столице еще не установлена По его словам, пока поступают противоречивые сведения Ранее сообщалось, что это 20-летний марокканец В 2013-м он задерживался за кражу Нападение произошло в четверг, 7 января, ровно через год после теракта в офисе сатирического журнала «Шарли Эбдо» Мужчина 20-25 лет подошел к ограде комиссариата полиции и стал махать кухонным ножом перед двумя полицейскими Выкрикивая при этом «Аллах велик!» Нападавший был застрелен На нем был муляж пояса смертника На теле обнаружен рисунок с флагом экстремистской группировки Исламское государство При нем был написан от руки текст о возмездии за погибших в Сирии и о преданности лидеру Исламского государства Аль-Багдаде Режим чрезвычайного положения, введенный во Франции после серии терактов в Париже 13 ноября прошлого года Унесших жизнь 130 человек, позволяет сотрудникам правоохранительных органов в необходимых случаях открывать огонь на поражение С 4 января во Франции проходит памятное мероприятие в связи с годовщиной январских терактов Глава УЕФА, в прошлом легендарный футболист Мишель Платини, снимает свою кандидатуру с выборов FIFA В интервью французскому спортивному изданию Платини заявил, что отказ связан с необходимостью как следует подготовиться к защите в суде В декабре FIFA наряду с бывшим главой федерации отстранила его от футбольной деятельности на 8 лет По подозрению в том, что, сведомо Дзепа Блаттера, Платини незаконно выплачено 2 миллиона швейцарских франков Комитет по этике объявил, что платеж был непрозрачным и является типичным примером конфликта интересов Оба чиновника обвинения в свой адрес отрицают Внеочередные выборы президента FIFA состоятся 26 февраля, в них примут участие 5 кандидатов 60-летний Мишель Платини до сегодняшнего дня был фаворитом выборов По завершении рождественских богослужений в Грузии прошли красочные шествия Такая традиция не прерывается на протяжении многих веков Тысячи жителей Грузии 7 января приняли участие в благотворительном шествии Алило В Тбилиси священники с хоругвами и иконами в руках, ряженые политики, общественные деятели, дети и взрослые Прошли крестным ходом по проспекту Руставели к кафедральному собору Святой Троицы На запряженных валами телегах везли огромные корзины с дарами, продуктами, одеждой и игрушками По окончании шести по традиции все они передаются в приюты для бездомных и дома престарелых Эти и другие новости читайте подробнее на нашем сайте Всего доброго и до свидания